Уважаемый господин президент, уважаемые кубинские гости, москвичи, друзья. Мы собрались здесь, на площади, носящей имя Фиделя Кастро, чтобы открыть памятник этому выдающемуся государственному деятелю и политическому деятелю, основателю современного кубинского государства. Фидель Кастро всю свою жизнь посвятил беззаветной борьбе за торжество идей добра, мира и справедливости, за свободу угнетённых народов, за достойную жизнь для простых людей и социальное равенство. Он по праву считается одним из самых ярких и харизматичных лидеров бурного, драматичного XX века, по-настоящему легендарной личностью, символом целой эпохи, эпохи национально-освободительных движений, краха колониальной системы и создания новых, самостоятельных, независимых государств Латинской Америки и Африки. Фидель и его соратники всегда самоотверженно защищали суверенитет родной страны. Не позволили, чтобы её сломили интервенции наёмников, санкции, финансово-экономические эмбарго, попытки внешней изоляции. Отстояли право Кубы на собственную модель развития в соответствии с национальными, а не навязанными извне ценностями. Добились того, чтобы в мире учитывали мнение Кубы и уважали её интерес. Для многих поколений наших сограждан образ команданта всегда был объявлен романтической славой, отвагой, победами. В словах известной советской песни «Куба, любовь моя» отражались наши искренние восторженные чувства не только к острову свободы и всему кубинскому народу, но и непосредственно к Фиделю, чья мощь, энергия и независимость неизгибаемая воля притягивала и до сих пор притягивает к себе, как магнит. Мне посчастливилось, дорогие друзья, неоднократно встречаться с Фиделем Кастро, и в моей памяти остались многочасовые беседы с ним, особенно наш последний разговор в июле 2014 года. Он говорил о вещах удивительно созвучных времени, времени становления многополярного мироустройства, о том, что независимостью и достоинством не торгуют, о том, что каждый народ имеет право на свободное развитие, на выбор своего пути, а в по-настоящему справедливом мире не может быть места диктату, грабежу и неоколониализму. Поражали его энциклопедические знания, глубокое понимание сути событий, острота ума, точность оценок. Фидель был верным другом нашей страны, часто приезжал к нам, а в 1963-м объехал практически весь Советский Союз. Всегда был желанным гостем Москвы и очень любил нашу столицу, любил этот город. Как Фидель сам говорил, он был готов приезжать в Россию в любое время, летом и зимой, со снегом или без снега. Наша страна неизменно поддерживала свободолюбивый кубинский народ и руководство республики. И мы знаем, что это взаимно. Куба была, есть и уверен, всегда будет нашим последовательным стратегическим партнёром, союзником в мировых делах. Дорогие друзья, российско-кубинская дружба, завещанная нам Фиделем Кастро, – общее достояние наших народов. И вы, господин президент, представляющий новое поколение кубинских руководителей, вносите огромный вклад в развитие дружеских, доверительных отношений между нашими странами. Совместно будем и дальше укреплять наш союз и сообща защищать великие ценности свободы, равенства и справедливости. Благодарю вас за внимание. Уважаемый и дорогой товарищ Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Дорогие российские друзья, для меня является высокая честь принять участие на открытии памятника историческому лидеру Кубинской революции, главнокомандующему Фиделю Кастро Рус. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за участие на этом торжественном мероприятии президента Российской Федерации Владимира Путина, имевшего честь быть знакомым с Фиделем лично и провести с ним многочасовые беседы в ходе визитов на Кубу в декабре 2000-го и затем в июле 2014-го года. Я также благодарен членам Российского географического общества, Московской городской думе и, особенно, скульптору Алексею Дмитриевичу Чабаненко за столь благородную инициативу. Дорогие друзья, личность главнокомандующего самым тесным образом связана с той дружбой, которая более 60 лет закалялась между нашими народами и правительствами. Фидель очень хорошо понимал сущность отношений и братства, объединяющих наши страны. У него всегда были теплые отношения с советскими и российскими лидерами. Он был знаком и восхищался Юрием Гагарином и Валентиной Терешковой, великими русскими космонавтами. Он всегда восхищался огромной силой духа советского народа в период Великой Отечественной войны, его героизмом и способностью к самопожертвованию для спасения человечества от фашизма. Фидель впервые посетил Советский Союз в 1963 году и в течение более 40 дней объездил самые важные города, включая Ленинград, город, который он чтил за эпическое 900-дневное противостояние блокаде со стороны фашистской армии. Этот исторический визит укрепил любовь нашего исторического лидера к этой братской стороне и зарождающейся дружбу между нашими народами, которая сохраняется по сей день. В последующие годы он много раз посещал СССР, крайний раз в ноябре 1987 года, для участия в мероприятиях по случаю 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. До конца своей жизни он с особым интересом следил за тем, что происходило в этой великой стране, с особым вниманием держался в курсе каждого события, каждой новости, связанной с Россией, и придавал особенное значение ее роли в мировой политике. В этой связи можно сказать, что этот памятник также является данью чести дружбы между Россией и Кубой, имеющей очень прочную основу. Дорогие друзья, товарищи, я хочу с глубокой благодарностью вспомнить слова, которые написал президент Владимир Владимирович Путина от имени российского народа, когда погиб Фидель уже 6 лет назад. Я цитирую. Фидель Кастров был верным другом России, в которого мы могли верить. Он сделал огромный вклад в становление и развитие российско-кубинских отношений, к тесному стратегическому сотрудничеству во всех областях. Конец цитаты. Сегодня перед вами мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжением дружбы и солидарности с Российской Федерацией. Могу сказать вам от имени кубинского народа и правительства нашу верность завету Рауля и Фиделя в отношении дружбы, которую за столько лет они строили с СССР и затем с Российской Федерацией. Узы, объединяющие Россию и Кубу, являются нерушимыми. Фидель заложил основу, развил эти отношения. Нам предстоит их сохранять и продолжать. Россия знает, что она может и впредь рассчитывать на Кубу. Вечная слава историческому лидеру кубинской революции, главнокомандующему Фиделю Кастро Рус. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова